Добрый день, дорогие коллеги, глубоковажаемый президиум. Снова не могу не выразить свое изумление и восхищение организаторами этой конференции, как вам удается в субботу собрать полный зал народу. Это достойно уважения и доступно немногим. Тема, которую сейчас мы с вами обсудим, достаточно стара, в общем, никакой новизны, наверное, в ней нету научной, а прикладная значимость нисколько не меньше. Не теряется. Если вы посмотрите в открытых источниках, либо в гугле, либо в ПАБМЕДЕ, в профессиональной базе данных, вы увидите достаточно много ссылок на эту тему, посвященную кардиореспираторным взаимодействиям. В ПАБМЕДЕ почти 2000 публикаций, и эти публикации вовсе не старые, в частности, есть и совсем новые. Вот примером такой новой публикации работа 2017 года, где снова мы видим основные позиции, основные положения сердечно-легочных взаимодействий. И нам авторы вновь напоминают, я не уверен, что я справлюсь с указкой, которая из них листает, но не показывает. там, где звёздочка, самая верхняя. Вот это указано. А, здорово, спасибо. Итак, мы с вами видим, что механическая вентиляция лёгких на каждом вдохе, повышение давления в контуре, приводит к повышению давления артериального, к повышению давления центрального венозного, к повышению давления в лёгочной артерии. С точностью наоборот, происходит при спонтанном дыхании. Каждый вдох у нас сопровождается отрицательным давлением в дыхательных путях. Это связано со снижением артериального давления, центрального венозного давления и давлением в лёгочной артерии. Искусственная вентиляция лёгких вещь очень нефизиологичная. Мы это видим, что она влияет очень сильно на сердечно-лёгочное взаимодействие, на сердце. Ну, вот эта картинка, которая уже почти 20 лет назад была издана, мы видим с вами, что все неприятности, связанные с сердечно-лёгочными взаимодействиями, происходит в момент вдоха, когда в грудной клетке повышается давление, чего в норме у нас с вами не бывает. И через повышение внутригрудного давления, в данном случае плевральное, нам авторы пишут, у нас значительным образом снижается преднагрузка правого сердца, вырубается вот эта дыхательная помпа, которая помогает возврату венозному. И это помогает, напротив, вытолкнуть кровь из левого желудочка. Постнагрузка снижается для левого желудочка, но, к сожалению, снижается преднагрузка для правого желудочка. В свою очередь, высокое давление в дыхательных путях, транспульмонарное давление, выжимает кровь из лёгочного русла, и в этом отношении мешает выбросу правого желудочка, повышает постнагрузку, и в данном случае повышает преднагрузку левого желудочка. Всё вместе взятое приводит к тому, что ударный объём левого сердца повышается, ударный объём правого сердца в момент вот этого высокого давления в контуре, наоборот, снижается. И авторы нам говорят, что ударный объём левого желудочка максимален к концу вдоха и минимален к концу выдоха, и всё это, прежде всего, результат изменения преднагрузки правого сердца. То есть, всё-таки, волимические вещи, они ключевые во всех этих сердечно-лёгочных взаимодействиях. Но, как выясняется, этими факторами сердечно-лёгочные взаимодействия совсем даже не ограничиваются. Смотрите, вот тоже довольно свежая работа Intensive Care Medicine 2018 года, совсем свежая публикация, где нам авторы говорят, что всё, о чём я вам только что говорил, это всего лишь малая толика из всех тех составляющих, определяющих кардиореспираторное взаимодействие. Это таракальное и плевральное давление и кардио-таракальное взаимодействие. Кроме того, на функцию гемодинамики влияет, если существует, если есть гипоксимия, гиперкапниоцидоз, через изменение тонуса лёгочного русла. Эти факторы, так или иначе, мы знаем гипоксическая вазоконстрикция, мы знаем, что гиперкапния может тоже вызывать вазоконстрикцию лёгочного русла. То есть, через вот такие механизмы тоже, ещё и такой может быть вклад. Через артериальное давление. Артериальное давление высокое, либо низкое, может значимо менять в том числе и преднагрузки, и постнагрузки. Значит, условия работы сердца тоже оказываются значимы для сердечно-лёгочных взаимодействий. Через коронарное перфузионное давление. Нет ли атеросклеротических бляшек в коронарах и в какой степени изменения вот этих всех параметров скажутся на кровоснабжение миокарда, кардиомиоцита и на эффективность насосной функции миокарда. Через ту самую работу, напряжённость, ту самую нагрузку, которая испытывает правый желудочек. Насколько он способен справляться с этой нагрузкой, либо он не способен с ней справляться. Через изменение ритма, если существует. Одно дело синус, другое дело, когда предсердия вырублены, допустим, идёт мерцательная ритмия. И совсем эффективность насоса может совсем по-другому уже себя демонстрирует. Через функцию клапанов. Нет ли там спиноза, либо нет ли там недостаточности. Через генозный возврат. То самое, что мы привыкли называть в алимии. Через то, нужна ли больному инфузионная нагрузка, как он к этому отнесётся, его гемодинамика. Через наличие выпада в перикарде. Через межжелудочковые взаимодействия. И, наконец, под финиш всего этого, что я вам рассказал, через абдомино-торакальные взаимодействия. Потому что абдоминальная гипертензия, в свою очередь, может тоже менять эти условия работы, в частности, системы кровообращения. И так выясняется, что очень много составляющих, которые определяют функцию гемодинамики в зависимости от наличия либо отсутствия управляемой вентиляции. И авторы делают нам вот такой вот вывод, который сейчас достаточно понятно. Эффекты респираторной поддержки на гемодинамику часто непредсказуемой и очень динамичной. И в этой связи выставлять параметры вентиляции нам не следует, только опираясь на какие-то рекомендации либо показатели газообмена. Нам придется учитывать гемодинамический профиль, функцию правой желудочкой и смотреть за гемодинамикой у этого пациента. Что еще из немаловажного? Вот хочу показать вам это наши личные записи ультразвуковые. К сожалению, перестало сокращаться левое. А вот снова пошло. Как вы думаете, где правое сердце, где левое? Вот это вот, это левый желудочек, вот это левый, а вот это правый. Это те самые межжелудочковые взаимодействия, когда перерастянутые, перегруженные правые камеры сердца компримируют левые камеры. Вот эти вещи тоже все очень важны, если вы настраиваете параметры вентиляции пометой их мешать, о их значимости. Вот еще один собственный материал, к сожалению, показываю вам секционный материал. Как вы думаете, где правое желудочек, а где левый желудочек? Вот это левый, гипертрофированный, очень маленький, а вот это правый, который перегруженный, правый желудочек в силу метральной недостаточности третьей степени, высокая легочная гипертензия. И в итоге левый. Представляете, как было сложно настроить параметры вентиляции этого больного. Попытка что-то сделать, улучшить оксигенацию, тут же разваливал гемодинамик, потому что правый желудочек не справлялся совершенно с искусственной вентиляцией, сам больной дышать не мог. То есть, вот эти все вещи, которые чрезвычайно, чрезвычайно важны. Ну, еще один из собственных наблюдений, которые бы сделать молодой пациент, 27 лет, после ортотопической трансплантации сердца. В момент санации трахеи пациент кашляет. И посмотрите, что происходит с ЦВД, что происходит с давлением легочной артерии. То есть, насколько изменение давления в грудной клетке влияет на гемодинамический профиль. Очень сильно. Очень сильно. И, собственно говоря, это теоретическая подоплека, но наша задача все-таки каким-то образом с этим справляться в клинике уже. Ну, я постараюсь уделить этому внимание. Еще один собственное наблюдение. Молодая пациентка на специализированный перинатальный центр, атипичный гемолитико-реумический синдром, почечная недостаточность, анурия, дистресс-синдром, утром прихожу на обход, смотрю ПДКВ 18, пиковая 33, беру анализы газа в крови, в газах крови вижу венозная сатурация 62. Это у молодой пациентки с охранной насосной функцией миокарда. Понимаю, что, наверное, что-то не очень хорошо ей гемодинамики из-за таких жестких параметров вентиляции. Коль скоро оксигенация к этому времени была уже более чем приличная, вы видите, ПО2-178, снижаю ПДКВ, снижается, соответственно, разумеется, пиковая и средняя внутригрудная, снижаю частоту дыхания, коль вижу здесь гипокапнику, и в результате этих действий венозная сатурация становится 77,4. То есть, да, вот это снижение жесткости вентиляции, ее, так сказать, инвазивности, спасибо большое, что привело к тому, что поток гемодинамический, донсосная функция стала работать лучше, экстракция кислорода уменьшилась, и в этом отношении мы видим огромное спасибо. Пиво? Конечно, спасибо. Ну, вот, я заслужу когда-нибудь, все-таки, наверное, спасибо. И, наверное, теперь неудивительно, что в этой работе 2018 года нам авторы говорят, что у больных с респираторным дистресс-синдромом и правильной, правильной респираторной поддержкой, то есть, маленькие дыхательные объемы, как нам сегодня рекомендуют, 6 мл на килограмм, тем не менее, острая правожелудочная недостаточность развивается у каждого пятого пациента. То есть, та самая щадящая вентиляция, она может быть вовсе даже не щадящая, это такое название, что она щадящая, а на деле это, будьте любезны, высокая ПДКВ, оптимизированные, малые дыхательные объемы, смотрите, тем не менее, не избавляет больного от этих проблем. Хочу поделиться, пользуясь трибуной, теми нашими результатами, которые только что были защищены, к счастью, успешно в Диссовете военной медицинской академии в Петербурге. очень сложное название диссертации. В действительности все довольно просто. Как настраивать параметры вентиляции у больных, у которых нет проблем газообменных и гемодинамических нарушений. А дальше это больные кардиохирургического профиля после искусственного кровообращения по коррекции сосудистого рухла. Итак, грубо говоря, здоровые больные, нет кардио-проблем, нет вентиляционных проблем, ну, вот перенесли искусственное кровообращение, перенесли кардиохирургическую операцию. Как нужно их защитящей вентиляцией вентилировать? Или они здоровы с точки зрения легких и гемодинамики и получат обычную вентиляцию традиционную? Дизайн вашим покорным слугой был придуман достаточно простой. Первые два часа мы вентилировали больных неправильно, в кавычках. Поставил большой дыхательный объем, 10 мл на килограмм, сегодня не рекомендуется такие цифры, и поставил неправильное ПДКВ, маленькое. А вот третий час стали вентилировать больных правильно, сделали 6 мл на килограмм дыхательный объем и оптимизировали ПДКВ, ну, вот как средняя цифра, которая рекомендуется в концепции легочно-защитно-щадящей вентиляции. Итогом этих настроек было изменение среднего внутригрудного давления. По сути, это была главная цель. В данном случае почему при одних и тех же дыхательных объемах среднее давление стало меньше? Я уменьшил частоту с 14 до 8, а так как среднее давление это расчетная вещь, сколько времени идет высокое давление, сколько низкое. При низкой частоте время вытаха стало длиннее и среднее давление стало меньше. Итак, мы с вами имеем модель, в которой разные средние внутригрудные давления. Причем самое высокое, оно, разумеется, было в щадящей вентиляции, потому что высокая ПДКВ, частота обычная, 14 в итоге, мы получили среднее внутригрудное, самое высокое. Итак, что мы получили в итоге всего? В связи с тем, что с 8 дыхания минут до 14 мы увеличили вентиляцию, со 2 на 3 час мы увеличили минутную вентиляцию, мы ее получили, но альвеолярная это стало меньше. В силу того, что дыхательный объем с 10 сменился на 6, альвеолярная вентиляция стала меньше, несмотря на то, что минутная стала больше, альвеолярная при этом стала меньше. Кроме того, отношение вентиляции мертвого пространства к вентиляции дыхательного объема, разумеется, на третьем часу стало хуже, потому что дыхательный объем мы сделали меньше, а мертвое пространство как было, так и осталось, но никуда не делось. И что интересно, я вам говорил, что на третьем часу у нас среднее внутригрудное стало выше, хоть скоро ПДКВ стало 10, но дельта преша, то самое драйвинг преша, про которое замечательно читает лекция Александр Станиславович Горячев, оно снизилось, то есть щадящая вентиляция позволила нам снизить драйвинг преша и сделать вентиляцию более безопасной. Это та самая энергия, которую респиратор дает легкие больного. Чем она меньше, считается меньше 15, более-менее ничего, больше плохо. Так вот, мы действительно получили драйвинг преша меньше, но результат получился совсем другой по отношению к тому, что можно было бы ожидать. Что дальше? Индекс ПИФИ 319 на втором часу неправильной вентиляции стал меньше достоверно на третьем, когда мы сделали вентиляцию правильную, щадящую, оптимизировали ПДКВ и снизили дыхательный объем. Хотя все это в общем более-менее в пределах нормальных значений, но тем не менее отличия оказались статистически значимы. Что немаловажно, увеличилась на третьем часу частота респираторных ацидозов. Это тоже довольно понятно. Снизив дыхательный объем, снизив вентиляцию альвеол, альвеолярную вентиляцию, мы, разумеется, уменьшили, увеличили СО2, потому что вымывание СО2 стало хуже. На третьем часу, по сравнению со вторым часом, в два раза у пациентов стал диагностироваться ацидоз. Ацидоз, разумеется, был смешан, он носил характер как метаболического после кардиооперации в условиях ИК, так и респираторного. Вклад респираторного ацидоза мы тоже увидели, причем этот вклад оказался существенным. Ну и, наконец, уже совсем прикладная значимость всего этого. На третьем часу, при переходе на щадящую вентиляцию, каждый пятый пациент потребовал начала инотропной терапии. То есть, щадящая вентиляция потребовала нам кардиальной поддержки, потому что она оказывается щадящая. Это для кого? Она для кого была придумана? Она была придумана в дистрессных больных. Малые дыхательные объемы, оптимизированная по ДКВ. Она никак была не придумана для пациентов со здоровыми легкими, тем более со компрометированной системой кровообращения. Причем, эти больные были относительно сохранны по системе кровообращения. Мы брали больных с фракции выброса исходной левого желудочка более 40. То есть, это были больные не терминальные. И тем не менее, они очень здорово отреагировали на вот эту щадящую вентиляцию. Посмотрите, каким образом это стало клинически все видно. Ну и, наконец, в отдельной группе больных мы посмотрели у больных, у которых не было вообще катахоламинов, чтобы брать вот эти шумы кардиальной поддержки. И что мы увидели? Переход на правильную вентиляцию, в кавычках, малые дыхательные объемы и оптимизированная по ДКВ привело к достоверному снижению артериального давления, росту давления в легочной артерии, росту центрального венозного давления и росту давления заклинивания легочных капилляров. То есть, это все гемодинамические эффекты вот этой самой вот эспираторной поддержки. Что еще из этой же сферы, из этой же оперы? Сердечный выброс снизился достоверно на щадящей вентиляции, разумеется, индекс снизился, ударный объем упал и выросло легочное сопротивление. Это к вопросу сердечно-легочных взаимодействий и важности прецизионных настроек респираторной поддержки, учитывая, что у больного могут быть, а может не быть гемодинамические нарушения и то же самое относительно наличия либо отсутствия респираторных проблем. Какие мы сделали умозаключения в результате частности этой работы? Повышение конечно-экспираторного давления автоматически означает повышение среднего давления в дыхательных путях, а это равно постнагрузка, рост и ударные работы правого сердца, потребность венотропной поддержки, это почти равно диспульсия правого желудочка. Вопрос только выдержит этот больной или нет, есть у него компенсаторные резервы либо нет. Снижение дыхательного объема автоматически определяет увеличение отношения мертвого пространства вентиляции мертвого пространства к вентиляции альвеолярной. То есть уменьшая дыхательный объем большую долю вентилируем мертвого пространства. Негативное влияние на газообмен. Отсюда мы делаем предположение, что если у больного нет нарушений вентиляционных респираторных, нет нарушений кровообращения, наверное, традиционная вентиляция может оказаться лучше. Наверное, может оказаться лучше. Положение, которое мы позволили себе отстаивать и выносить на защиту, протективные щадящие настройки у пациентов, не имеющих газообменных и гемодинамических нарушений, могут приводить к появлению либо усугублению расстройств внешнего дыхания. Я сегодня не зря, не случайно спрашивал Павел Александрович по поводу его режимов, которые он предлагал. Высокие дыхательные объемы, низкое ПДКВ. Какие были цели? Почему так? Потому что я не против больших объемов совершенно, я просто против малых объемов огульно, которые экстраполируют теперь в операционную у больных без нарушения дыхания, у всех больных со здоровыми легкими и так далее, и так далее. Это вот работа в этом направлении. Хотя, в общем, посвящена сердечно-легочному взаимодействию. И, наконец, как сказал Борис Альберт Соксельрот, наш уважаемый оппонент по этой работе, я ему очень признателен, что покусились на святое. Мы сказали, что главная вентиляция это не driving pressure, не delta P, главная вентиляция это среднее внутрикрудное давление. Причем, главное для гемодинамики, для вентиляции, наверное, главное driving pressure, перерастянул, захлопнул, плохо для альвела. А вот для гемодинамики именно среднее внутрикрудное, которое определяет снижение преднагрузки и отсюда гемодинамические эффекты. Но, к сожалению, немногие обнаружили то, что мы покусились на святое, кроме нашего уважаемого профессора Аксельротова. В ключе современных публикаций, которые есть в этом направлении, с 2016 года работа очень крупная, лангсейф, почти 30 тысяч пациентов, многоцентровые, международные, куча реанимаций. Дыхательный объем неправильный, больше 8 мл на килограмм, выбирает больше трети врачей. То есть, они осведомлены наверняка о том, что сегодня рекомендуется щадящая вентиляция, малый дыхательный объем, оптимизированный ПДКВ. Тем не менее, неправильный дыхательный объем, больше 8, выбирает больше трети врачей. А ПДКВ меньше 12, вообще подавляющее количество врачей. То есть, либо не знают, маловероятно, либо считают, что все-таки недостаточная аргументация вот такой вот щадящей вентиляции, которая нам рекомендуется довольно часто сегодня. Как выходить из этого? Как выходить из этой ситуации? Это, так сказать, фундаментальная подоплека. На сегодняшний день как вариант, как концепция, чтобы решить все эти проблемы, нужно убрать ту самую нефизиологичность вентиляции, это высокое внутребудное давление. Как ее убрать? Оставить больному собственное дыхание. Когда мы дышим сами, у нас никакого положительного давления в дыхательных путях нет. У нас есть только отрицательные. Если мы сохраняем собственный физиологический паттерн самостоятельного дыхания, то есть задача снизить цель внутребудного давления. Наверное, этим мы вот эти сердечно-легочные взаимодействия в значительной степени негативные их эффекты в значительной степени нивелируем. И в этой связи эта тема, которая мне сегодня очень интересна, я увлечен ее сегодня, не скрываю это, это тема, касающаяся концепции пропорциональной вентиляции, которая не нова, довольно давно известна уже. И вот она сегодня присутствует в разных-разных ипостасях, которые здесь перед вами под разными названиями. Опыт, который у нас есть сегодня, это работа с ПАВом. И эта работа с ПАВом показывает нам, что это может быть очень небезынтересно у пациентов, которых мы с вами видим. Смотрите, это триггеры, это тренды, которые я делал. Недавний снимок, апрель 2018 года. Хочу показать вам вот этот момент, почти 4 часа дня выбирается режим пропорциональной вентиляции. И что происходит в этот момент? Что меняется? До этого больной был на билевеле и переключился на пропорциональную вентиляцию в режиме ПАВ+. Посмотрите, как ведет себя пиковая. Почти никак не изменилась. Минутная вентиляция почти никак не изменилась. Но посмотрите, что я делаю с средним внутригрудным давлением. Какое оно было средним внутригрудным давлением и какое оно стало. Оно стало значимо ниже. Как только мы больному дозволили дышать самому, там алгоритм совсем другой, цена вопроса была, мы снизили среднее внутригрудное давление и по-видимому изменили в пользу сердечно-легочное взаимодействие в пользу системы кровообращения. Отличие от предыдущего только в этой позиции. Склад самостоятельного дыхания. Какой он был на билевеле и какой он стал на пропорциональной вентиляции. То есть больной начал дышать сам, коль скоро начал дышать сам, положительного давления в грудных дыхательных путях стало значимо меньше. Мы видим падение среднего внутригрудного и больше вклад самостоятельного дыхания. То же самое, другая пациентка, совсем абсолютно идентичная ситуация. Среднее внутригрудное давление с билевела, переключение на пропорциональную вентиляцию достоверно меньше. Если у больного гемодинамически этот больной скомпрометирован, может оказаться, что если больной дышит сам, если у него есть драйв, самостоятельный, разумеется, вспомогательный режим, то может оказаться, что для пациента будет действительно безусловное благо, что, собственно, гаммы сегодня и я с большим интересом пытаюсь посмотреть и выглядеть. Что еще? Тяжелый пациент, 155 рост, вес 91 кг. Это такой маленький кубик, сидит, квадратик. И вот то же самое. Был он на пресс-саппорте до этого. Среднее внутригрудное мы видим какое. Перешел на самостоятельное дыхание, на павку, пропорциональность. Здорово снизилось среднее. Это тренды. Тренд ведь не обманешь. Тут можно что угодно говорить. Это тренд, который выведен за несколько часов. Что было, то есть. И вот мы видим, что среднее внутригрудное здорово снизилось. Пиковое стало очень сильно вариабельно. До этого было почти одинаковое. Нам говорят, пресс-саппорт, режим, который меняется пиковое. Конечно, меняется, я не спорю. Но загляните в тренды. И выясняется, что вариабельность этого пикового совсем не та, что может быть, если мы с вами дышим сами. И то же самое дыхательный объем. Почти одинаковый. И как он стал вариабельным, если вы переключаете пропорциональный алгоритм. Довольно экзотический случай. Недавно сделан. Апрель 2018 года. Одна из наших реанимаций в центре Алмазова, где имею честь работать, нейрохирургическая реанимация. Вот такой пациент, внешне ничем не приглядный, находится на пропорциональной вентиляции. Объясню почему. Это его КТ. И встает вопрос, встал вопрос. Что с ним делать? Как настраивать вентиляцию у этого больного? Поглядите, что у него с легкими? Легкие явно требуют оптимизации. ПДКВ, рекрутмента, чего-то еще. Но, к сожалению, посмотрите, что делается вот здесь. Где-то допустили травму. И мы видим, что больной крепитирует, у него эмфизема со всех сторон. И всякое повышение внутригрудного давления приводит к тому, что только еще больше эмфизема подкожная нарастает. Где-то надрыв, мы так его и не нашли. То ли это баротравма с пневматологом, то ли где-то травила вдоль трахиостомы, то ли еще что-то. И вариант пропорциональной вентиляции, вариант, позволяющий снизить среднее внутривное давление, наверное, поможет нам нивелировать то самое давление, которое создается в дыхательных путях и способствует, в частности, эмфиземе и прочее. Это вот еще один аргумент в пользу теперь не сердечно-легочных взаимодействий, но возможности каким-то образом раскрутить, развентилировать легкие по возможности с минимальным давлением в дыхательных путях. Ну и наконец, в качестве последнего уже аргумента в пользу самостоятельного дыхания, по сути, это аргумент в пользу самостоятельного дыхания, наш преж-саппорт любимый, хорошо, посмотрите, дыхательный объем практически стабильный, однако минутная вентиляция оказывается очень гуляет. Как это может быть? При стабильном дыхательном объеме почему минутная вентиляция должна гулять? Она не должна гулять. Объяснение тому только одно. Мы даем слишком высокий преж-саппорт и история тревог нам говорит, у больного вентиляция опноя, без конца, вентиляция опноя. Почему больного трудно иной раз снять с вентиляции? Как вы думаете, с преж-саппорта почему? Потому что преж-саппорт слишком высок. Он говорит, мы не можем его снять с вентиляции, он все время опноит этот ребенок. А давай ты преж-саппорт у него уменьши или время опноя сделать дольше, дай ему накопить СО2 и, глядишь, он больше не будет опноить. Вы его часто передыхиваете, гипокопния развивается. Что нам, собственно, о респираторе говорит в трендах? Переводим на пропорциональный алгоритм. Дыхательный объем стал очень вариабельным по сравнению с тем, что был на преж-саппорте, а минутная вентиляция напротив стала более стабильной. То есть самостоятельное дыхание со всеми соответствующими физиологическими рефлексами совершенно оказывается куда более сохраненным, чем мы видели это до того. Чтобы это все работало, поставьте время опноя на 50-60 секунд. Дайте время опноя, то есть время, когда начинает работать опноя на вентиляции, бэкап аварийной вентиляции, дайте больному накопить СО2. Глядишь, очень многих проблем вам удастся избежать. Ну и наконец, среди последних аргументов, посмотрите вариабельность. Это снимок сделан в течение 10 секунд, 15. Одни и те же установки. Посмотрите, дыхательный объем, какой был у него, нейрофервическая реанимация, 355 мм, 1482. Одна и та же настройка. То есть вот те самые природные рефлексы, когда мы хотим глубже вдохнуть, аппарат нам помогает, не хотим, мельче аппарат нам не мешает. Еще один больной, тоже вот, 9.53 утра, 9.52. Разница в минуту, никакие настройки вентиляции, конечно, не были поменены. Тоже нейрофервическая реанимация, дыхательный объем 363, дыхательный объем почти литр. Вот та самая вариабельность, которая дает нам совершенно физиологический паттерн дыхания, который у нас с вами присутствует. Спасибо. Спасибо.